Стесняюсь спросить. Действительно, я крымчанин. А Сергея Макрушина будут штрафовать? Я боюсь, что штрафом дело не ограничится. У него есть российский паспорт. Всем привет, это подкаст «Стесняюсь спросить». Мы снова отвечаем на те вопросы, которые вы оставляете в комментариях под нашими трансляциями на YouTube. И я стесняюсь спросить, а когда мы встречались в последний раз? Тогда мы были в свитерах, а сейчас мы в футболках. Значит, прошло как минимум месяца два. Это мы, Сергей Макрушин и Татьяна Колесниченко. Мы, собственно, взялись за это дело снова. Мы снова отвечаем на ваши комментарии. Я предлагаю долго не разгоняться, а приступить, собственно, к делу. Саша Гаврилов пишет. А Сергея Макрушина будут штрафовать, когда он в Крым поедет? Это смотря когда и смотря в какой Крым. Но если я поеду сегодня, я боюсь, что штрафом дело не ограничится. Вот Александр Трофимов, похоже, не согласен. Он пишет. У него есть российский паспорт. Сам говорил. Сам говорил, да. Я никогда этого не отрицал. И действительно, я крымчанин. На момент 2014 года я жил в Крыму и старался там находиться, сколько это было возможно, пока уже не стало опасным просто находиться там для меня, как для независимого журналиста. Конечно же, пришлось взять и этот Аусвайс, который называют российским паспортом. Учитывая, что его юридическая сила и подлинность примерно такая же, как у Тихоокеанской ракушки с надписью «Коктебель-2014», большой проблемы я в этом не вижу. И я не только расскажу вам о своем паспорте российского образца, но и покажу его в Симферопольском музее российской оккупации Крыма, сразу после того, как эта оккупация закончится. И вот у нас есть тут комментарий тоже в тему. Интересно, есть дураки, которые в Крым поедут. Ну, Сережа, как ты думаешь, кто нам написал этот комментарий? Я теряюсь, потому что спектр возможных авторов мне кажется довольно большим. Это написал пользователь под ником Наталья Поклонская. О, у нас разные пользователи. У нас там есть пользователи с фотографиями Путина, пользователи с фотографией Поклонской, там еще какие-то есть разные персонажи. Аксенов есть? Нет, нету Аксенова. У нас вакантное место на комментатора с фотографией Аксенова. Вопрос очень, конечно, интересный. С 1 июля в Крыму сняты ограничения для туристов, которые приезжают из соседней России, но остаются ограничения для тех, кто хочет въехать на территорию Крыма с материковой части Украины. Поэтому там пассажиропотока почти нет. А вот сколько россиян сейчас на крымских пляжах, вы можете посмотреть самостоятельно. Доступные в сети интернет, онлайн, веб-камеры на пляжах крымского полуострова. И, конечно же, сайт Крымреали постоянно пишет о сезоне 2020 в Крыму. И также мы выкладываем видео на эту тему на наш YouTube-канал и постоянно об этом говорим, потому что мы знаем, что это волнует крымчан. Ну, а если вы самостоятельно подсчитываете количество туристов на крымских пляжах, вы тоже можете присылать эту информацию. Андреевна Злата. Она пишет. Я вообще-то из Сочи, и я за присоединение Крыма. Я вообще-то из Керчи. У меня другое мнение по этому поводу. Если вы из Сочи, вам, наверное, лучше думать, присоединять ли куда-то Сочи. Вы можете написать об этом нам в комментариях. Идем дальше. Под выпуском подкаста, другого подкаста, где мы обсуждаем с ведущими радио Крымреали те материалы, которые выходили в эфир и их реакцию. Мы обсуждали реакцию Скобеевой на сюжет Крымреали о готовящейся агрессии России против Украины в очередном этапе за Днепровскую воду. И вот Евгений Пупккав пишет нам вот такой ник у него, именно с двумя К. Люди уже видели в Крымском канале подводную лодку. Что? Я не уверен, что существует подземная лодка. Но если говорить о Крымском канале, то там, возможно, наверное, такой вид транспорта. Я бы попросил это уточнить. Ну или продолжая старую традицию Александра Янковского про шутки о боярышнике. Можно было увидеться что угодно. Да, у боярышника очень хорошая графическая карта, которая интегрируется в сознание человека. Он видит подводную лодку в Северокрымском канале. Но вы можете не только написать нам об этом, но и присылать изображение того, как эта подводная лодка может выглядеть. Интересно посмотреть. Пользователь с ником Flower пишет нам. Крым исторически российская территория. Историю надо читать, учить и помнить. У меня вопрос, с какой страницы учебника он читал историю? Ну, потому что там до российской вот этого периода, в Российской империи, да, наверное, это имеется в виду, у Крыма была очень долгая история. Примерно такая же история, как у всего остального мира. Это как не так давно на оккупированных территориях Луганской области, где действует так называемая группировка ЛНР, выпустили учебник «История ЛНР с древних времен и по сегодня». Из древнейших, я бы сказал. Еще вот динозавры ходили по территории ЛНР. Да, но если вы действительно хотите знать крымскую историю, вы можете зайти на сайт Крымреалий. У нас есть целая рубрика «Страницы крымской истории». И недавно у нас даже вышел тест о истории Крыма. Большой и очень интересный. Проходите, делитесь результатами со своими друзьями. Идем далее путешествовать по комментариям, которые вы оставляете под нашими программами. И вот под выпуском программы «Крымский пармезан». Алекс Шевцов оставил комментарий. Еще пять лет без украинской воды, и Крым самоосвободится. Тут главное, чтобы было кому самоосвобождаться. Пишет нам комментарий человек с ником, вот четыре буквы «С» подряд поставлены. «Ведущим программы пора бы уже уяснить, что Крымский полуостров аннексированным может считаться после признания мировым сообществом, которое никогда не будет. Крымский полуостров – временно оккупированная русскими войсками территория Украины. Важно понимать, что навязывание неуместного термина является основным маркером вражеской пропаганды». Вот так, вот так улечили радио «Крымреалии», да, в том, что не ту лексику используют. Ну, здесь на самом деле нашему радиослушателю хочется сказать, что все правильно, потому что то, что случилось в Крыму в 2014 году, это была оккупация Крымского полуострова. А то, что продолжается последние шесть лет, это попытка аннексии Крымского полуострова. Естественно, в эфире радио «Крымреалии» могут звучать некоторые упрощения, либо та лексика, которая принята сейчас на временно оккупированном Крымском полуострове. Это тоже нужно понимать, если вы постоянно слушаете радио «Крымреалии». Кстати, о подкасте «Крымский пармезан». Да. Пользователь Иван Иванов, уже очень хорошо нам знаком, он бывает в каждом выпуске стесняюсь спросить, дал, наверное, лучшее определение подкасту «Крымский пармезан». Сегодня «Пармезан» ты смотришь, а завтра Путина замочишь. Я бы не стал говорить, что есть какая-то прямая связь, но я бы рекомендовал продолжить наблюдение за этим проектом. Далее, комментарии под выпуском о правилах пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Пишет слушатель под ником «Мама Света». А как быть украинцем, владеющим недвижимостью в Крыму? Можно ли въехать на оккупированную территорию? Ну, по той информации, которая сейчас есть, вот сейчас серьезно отвечаем, нет, это не является с точки зрения пограничного управления ФСБ России достаточным основанием для того, чтобы въехать в Крым. Скорее всего, вас не пропустят. Следите за тем, как меняются правила пересечения этой линии. Вы можете следить вместе с нами в радиовыпусках «Крым. Реалии», и вы обязательно узнаете, если какие-то изменения произойдут. Нам пишет Юрий Гера. «Я не пойму, чего вы печетесь о чужом государстве? Переживайте за Луцкую область, Черниговскую и так далее. У нас в России, в Крыму все хорошо. Спасибо за работу». Так Луцкая область или все-таки Волынская? Так в России или в Крыму? Вот мне тоже интересно. Наверное, у Юрия проблемы с географией, поэтому он уже в одном комментарии две ошибки по географии. Ну, ничего. «Крым. Реалии» — это еще и образовательное радио, поэтому продолжаем просвещать. Далее, возвращаясь к вопросу пересечения КПВВ на админлинии между Крымом и Херсонской области, пишет нам слушатель с ником Лялия Николаева. «Я украинка, живу в Одессе, у меня нет недвижимости и родственников в Крыму, зато есть возможность отдыхать на всех цивилизованных курортах мира. Но я поеду в Крым после его деоккупации, чисто из принципа, я очень принципиальный человек, и тогда, как говорят у нас в Одессе, будем посмотреть». Ну, не только посмотреть, но и послушать. Я хочу напомнить, что радио «Крым. Реалии» доступны не только на YouTube и на Facebook, но и на средних волнах на частоте 648 АМ и в FM-диапазоне на отметке 105,9 FM. Также сигнал радио «Крым. Реалии» доступен круглые сутки на сайте «Крым. Реалии». Артур Гриффит пишет нам «Витание в идущем радио. Тебе». А почему только мне? Может быть, тебе? А я не в идущем радио. А, ну ладно. Хорошо, тогда принимается. И дальше Галина Маркова пишет «На ваш призыв подписываться отвечаю, что не хочется». Вам, когда в следующий раз не захочется подписаться на наш канал, вы обязательно оставьте об этом комментарий, мы его зачитаем. И предлагаем взять пример со следующего комментатора Александра Рожко, который написал «Лайк, молодец». Поставьте лайк и все-таки подумайте о подписке. У нас много интересного. Далее. Эфир о поправках к Конституции Российской Федерации. Вот здесь хотелось бы... Ну, вообще, это очень интересное действие происходило в Крыму с 25 июня по 1 июля. Там, как и в соседней России, голосовали за поправки к Конституции. Это были первые выборы, которые меня настолько удивили. Ну, выборы в кавычках, конечно же. Потому что избирательные участки располагались на лавочках, в дворах жилых домов, в багажниках автомобилей. Ну, вот, собственно, я не знаю, где бы еще можно было бы так проголосовать, чтобы удивить еще больше. Подводные лодки Северокрымского канала. Подземные лодки? Подземные. В Северокрымском канале. Да, вот эта еще опция, конечно же, не реализована. Игорь Малахов пишет, в Крыму голосуют граждане России, которые родились и живут в Крыму. Граждане России родились и живут. Может быть, демократические государства, вот это взято в кавычки, считают, что граждане России вообще не имеют права голосовать. Ну, вот здесь нет знака вопроса, но интенсивно, конечно, я озвучил это как вопрос. И здесь есть большая-большая логическая ошибка у Игоря Малахова, потому что в Крыму живут граждане Украины, а вот гражданами России крымчан считает только Россия, ну и несколько стран из ее политической орбиты. Поэтому демократические государства вообще-то считают, что Россия не имеет права никаких выборов в Крыму проводить. Может быть, это от тех россиян, которые родились в Крыму и были вынуждены получить российские документы. Я не удивлюсь, если там шестилетние дети тоже голосовали. Кстати, да, кстати, это тоже возможно, потому что, я не знаю, позволялось ли голосовать на этом плебисците детям, но люди, которые не прописаны вот по тому месту, по которому голосовали, они абсолютно нормально голосовали, были зафиксированы, ну, как минимум, в соседней России, да, когда, случай, когда люди голосовали по несколько раз, поэтому здесь ничего удивительного я бы не увидел. И даже произошел такой казус, наверное, со стороны российского телевидения, когда они случайно засняли и поставили на перебивки, как некая рука в синей перчатке кидает сразу несколько бюллетеней в урну для голосования. Ну, вообще сложно не заснять каких-то нарушений на голосовании, которое все соткано просто из нарушений, да, начиная от тех сроков немысливых, которые она проводилась. Целую неделю был растянут этот процесс, и были возможности в разных форматах проголосовать сразу несколько раз на одном и том же голосовании. Ну, пачка бюллетеней, но она уже смотрелась как вполне естественная деталь этой картины. Далее. Александр Немо пишет. Вас и ваш канал просто надо закрыть. Мы, наверное, должны напомнить, что Радио Свобода работает на тех территориях, где у людей нет доступа к независимым СМИ. Если наш канал закроют, это будет значить, что свобода слова на отличном уровне. Да, и тогда мы с вами сможем пообщаться непосредственно в Крыму. Продолжая комментарии по голосованию за поправки в Конституцию России. Вообще там была формулировка, да, голосование по одобрению поправок, по-моему, так? По принятию. Да? В общем, неважно в любом случае. Ляля Николаева пишет второй комментарий. Я от этой слушательницы зачитываю. Я проголосовала за поправки в Конституции, не задумываясь, потому что если задумаешься, то бессонница будет мучать, а я люблю поспать. Юлиана Грегори тоже пишет на эту тему. Предлагаю закрепить в Конституции понятие традиционной российской семьи мама и бабушка. А вот здесь уже даже как-то не смешно, слишком реалистично, по-моему, оказалось. И Саня Басайдай тоже пишет под этим же эфиром. Бюджетников и работников госпредприятий загоняют на голосование путем угроз. Ну, вот здесь для Крыма ничего нового, на самом деле. Админресурс там как использовался, так и используется. А вот касательно мамы и бабушки, сразу вспоминается вот этот уже известный ролик, который запустили к голосованию о том, как ребенка из детдома берут в однополую семью. И вот одна однополая семья их не устраивает, а другая однополая семья, мама и бабушка, это прекрасная модель. Где логика? Не знаю, насколько прекрасная, но, к сожалению, достаточно распространенная сейчас. Саша Гаврилов пишет. На выборы в Крым прибыли наблюдатели из Франции. Наверное, про них сказать не забыли. Кавпак 1941. Такой ник. У слушателя пишет глава делегации европейских политиков, посетивших Крым с двухдневным визитом. Французский депутат Тири Мариани считает, что страны Евросоюза должны снять санкции и начать сотрудничать с Россией. Об этом он заявил журналистам. И далее цитата. Если Европа хочет существовать в 21 веке, она должна прийти к пониманию, что санкции необходимо отменить, сказал Мариани. Надо сказать, что вот этот Мариани, он не первый раз приезжает в Крым в качестве делегата или главы некой делегации европейских политиков для того, чтобы пронаблюдать какие-то выборы очередные, не признанные мировым сообществом в Крыму, и рассказать о том, что там все хорошо. Но кто такой этот Тири Мариани? Да, об этом вы можете почитать на сайте Крым Реалии. Вообще, кто эти политики европейские, которые приезжают в Крым, и почему их очень часто называют правыми политиками, праворадикальными представителями правых сил Европы. И вот есть комментарий посла Франции в Украине, Этиена де Пансена, относительно визита очередного Тири Мариани в Крым. Я процитирую. У нас есть возможность объявить протесты, мы это быстро сделали. Но в целом не надо придавать слишком много внимания и важности таким персонам, подчеркивать, что они сделали такой визит, потому что эти люди как раз и ищут публичности. Они составляют абсолютное меньшинство в Европарламенте, а Европарламент совершенно четко поддерживает территориальную целостность Украины. Конец цитаты. Только в эфире подкаста «Слушай сюда» пользователю с ником Кавпак может ответить посол Франции в Украине Этиен де Пансен. Вот так. Стесняюсь спросить. Стесняюсь спросить. Стесняюсь спросить. А я что сказал? Слушай сюда. Сережа, у тебя слишком много подкастов. Слишком много подкастов. Слишком много подкастов. Кстати, подкаст «Слушай сюда» вы можете слушать на YouTube-канале подкасты Крымреалии. Да, у нас есть целый канал для наших подкастов. А также на любых платформах, как Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud и CastBox. Пользователь Сулико пишет. Реалии, собирайте своих подписчиков и вперед освобождать Крым. Ну или хотя бы на пляже поваляться, на российский паспорт посмотреть. Набор в подписчике Крымреалии продолжается. Еще не настал тот момент, когда все мы вместе будем загорать на крымских пляжах. И я напомню, что кроме того, что мы читаем ваши комментарии на YouTube, мы еще иногда обозреваем соцсети. Обзор недавно этот делала я. И, конечно же, под ним комментарии адресовали и мне. Екатерина Елисеева. А можно я зачитаю? Вот так нечестно, потому что комментарии для меня зачитывала ты. Это был обзор про крымскую воду. Про воду в Крыму. Так, Екатерина Елисеева пишет. «Ты так радостно все это рассказываешь. Так нечего приезжать к нам летом на море и расходовать крымскую воду». Извините, пожалуйста. Все, воду в Крыму выпила, скажи. Ну, можно ли так вообще? Я, конечно, в Крыму не была во время аннексии, оккупации. Я не была там и не поеду. Это моя принципиальная позиция, как у одного из наших комментаторов, которые мы сегодня зачитывали. И, конечно же, мы с Сережей и со всеми вами встретимся в Крыму после деоккупации. Спрашивает у тебя опять же... Да, наверное, да? Нет? Смотря что... Да угрожает, угрожает Александр Паникарчик. «Читаешь комменты, и волосы дыбом становятся. Сколько ненависти друг к другу. А ведь все перед Богом будем в ответе. В аду точно воды не будет». Тогда, получается, Крым — это ад. «Точно не будет воды в аду». Здесь должен звучать инфернальный смех. Итак, это был первый выпуск подкаста «Стесняюсь спросить» в нынешнем карантинном сезоне. И на вопросы ваши отвечали мы, Татьяна Колесниченко и Сергей Макрушин. Продолжайте смотреть нас на YouTube. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы обязательно на них ответим в следующем карантинном выпуске «Стесняюсь спросить». А вы не стесняйтесь спрашивать... Продолжайте смотреть нас на YouTube. Не только «Стесняюсь спросить», но и другие наши видео. Они очень-очень интересные. Конечно же, слушайте эфиры радио, правда, Сергей? Да, да. И я напомню, что когда вы в очередной раз не захотите подписываться на наш канал, обязательно напишите это в комментарии, мы это обязательно зачитаем тоже. Ставьте лайки, подписки, колокольчики — вот это вот все. Всем пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!